Депутаты отрицательно высказались по поводу работы Волжской ТГК на заседании Городской Думы. Народные избранники заслушали доклад директора Саратовского филиала теплоснабжающей организации Сергея Попова и дали понять, работа компании их не устраивает. Из зала заседаний наш следующий материал. Вы нам говорите сейчас, что только кто-то лишил премии. Никаких отставок, никаких увольнений не последовало. Возмущены и изумлены. Депутаты Городской Думы заслушали доклад директора Саратовского филиала Волжской ТГК о вхождении в отопительный сезон. Если с подачей тепла все относительно гладко, то к ремонтным работам, которые проводила организация, претензий хватает. Этот участок на Арджиникидзе уже несколько месяцев вызывает негодование у жителей Заводского. Улицу перекопали и закрыли. Результат – пробки каждое утро и вечер. Это не единственный участок, где ремонтные работы никак не завершат. Аварийная ситуация, которая сложилась у нас на пресечении Трех улиц в Октябрьском районе Степана Разина, первая беговая и беговая, разрыто полполосы движений, по которому люди пытаются проехать в город из Заводского района. То есть единственные места, где люди могут проехать, оно и сегодня. Там тепловая трасса Париев, разрыт асфальт и две недели. Это ни одного человека там нет. Спохватились в последний момент. Это можно сказать практически обо всех работах, которые проводит Волжская ТГК. Все потому, уверены депутаты, что руководство сквозь пальцы смотрит на то, как работают сотрудники. Я наблюдал каждодневно, через нескольких месяцев, с своего окна ремонт по улице Белобелка. И наблюдаю его последствия до сих пор. Культура производства. Когда рабочие выходили на работу к 12 часам, это факт. Ну то есть приезжали они к 9, а на работу выходили к 12. Работали до 14-15, и после этого рабочий день завершался. В этом году компания срывала сроки ремонта едва ли не по всем объектам. Вот и Нарджиникидзе до сих пор не закончат. Крайний срок, который поставили для завершения ремонта – 4 ноября. Директор на критику говорит лишь одно – денег нет, потому что управляющие компании задолжали 3 миллиарда. Но депутаты уверены – прибыль Волжская ТГК получала, вот только не вкладывала в развитие. С приходом к эс-холдингу, первые лет 5 к эс-холдинг вообще ничего не делал, только получал прибыль и выгребал. И когда уже сети пришли к износу, вы сейчас начали производить работы. И работы опять производите, переносите на сентябрь-октябрь месяц. На заседании Гордума депутаты также утвердили нового главу администрации Ленинского района. Им стал Сергей Курышев. Пополнился на 5 человек из список членов городской общественной палаты. Еще одним решением народные избранники передали в безвозмездное пользование 118 объектов, которые используют государственные, муниципальные и общественные организации. Елена Губенкова, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.